Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Доминато Спейс. И, наконец-то, мы на моём канале возвращаемся к тематике Halo, а именно к наборам от Megablocks, которые теперь переименовали себя в Megakonstructs. Не знаю, зачем. И сегодня мы посмотрим на набор, который я давно хотел, под названием Worldhog Run. Набор выпущен в честь десятилетия Halo. Я так понимаю, вот там на инструкции написано 10 лет. И этот обзор у нас будет на природе в честь отдать дань уважения обзору на почти такой же Worldhog, тоже с двумя охотниками, с двумя хантерами, от Nightshop99. Обзорчик, которого я смотрел в 9 лет ещё, в 2009, ну, может быть, чуть позже, в 2010-2011 годах. И именно он вдохновил меня вместе с Брикшоу на создание своего канала. И у него тоже были обзоры на Megablocks Halo, я тоже их очень сильно хотел. Вот, и у меня даже несколько было. Ну, здесь у нас идёт мой самый любимый персонаж Арбитер, а именно Thel Wadami из расы Санхилийцев, из Объединения Кованантов, а также немалоизвестный Мастер Чиф. Ну, давайте сперва я вам покажу инструкцию. Инструкция похожа на леговскую. Опять же, это, считайте, то же самое, что лего, только по серии игр Halo. Это одни из моих любимых игр. И здесь, да, здесь в наборе было в пакетике вот такой вот соединитель деталей. Вот, я не знаю, зачем, но он был. Хотя нет, это даже не отсоединитель деталей. В общем, очень странный артефакт в Megablocks добавили, но пусть будет, я не против. Было бы удобнее, если бы инструкция вот так раскрывалась, как книжечка, как у лего, но она у нас вот так. Должен сказать, в наборе было очень много деталей, и хоть он получился такой не сильно габаритный, в нем реально очень много деталей. Маленьких. И сборка была такая, довольно интересная. Тогда, когда в лего очень много всяких пестрых деталей, разноцветных, здесь все более так матеро выглядит. И реалистично. К сожалению, никаких рекламок сзади. Ну, только рекламки двух наборов. Это вот этот танк UNSC людей. И вот этот крутой набор... Нет, это не пеликан, я забыл, как этот называется. Ну и банши. Банши классный, но банши можно отдельно купить, а эта штука мне не сильно нужна. Хотя, если она где-то, я ее найду, я куплю. Но следующим набором я бы хотел все-таки танк ковенантов под названием Wraith. Так, ну хорошо, давайте посмотрим. Наверное, сперва на двух хантеров, на двух охотников. Это обновленная версия охотников. Раньше они были другие. И, честно, по покраске, мне прошлые версии с годов 2009-х больше нравятся. Но по схожести с тем, что было в Halo, эти, по-моему, получше. У них подвижно все. Их у нас в наборе два. Вот охотники. Они, кстати говоря, интересный факт. Раса охотников, она больше всего распространена в ковенанте. Их там чуть ли не миллиарды. Но почему-то, во-первых, они являются очень сильными. Обычно, когда численность расы такая огромная, я думал, грантов там миллиарды, а это, оказывается, охотников больше всего. Но они самые сильные, я так понимаю, потому что даже в игре его фронтально, фронтально, ну, к нему подойти, ты его так не убьешь. Нужно стрелять сзади, где у него имеются вот такие вот интересные, не знаю, тентакли резиновые. Очень, кстати, прикольный на ощупь. Мне больше нравится, чем даже леговская резина. У Мегаблоксона какая-то более приятная на ощупь, и более такая стабильная, можно сказать. Она не вылетает, все с ней отлично. Охотников собирать довольно долго. У них все, все рассоединяется. Каждый вот этот элемент, вот эти вот штучки с их пушек тоже достаются. Головы подвижны. Ну, в целом, вот такие вот два охотника в наборе. Классные, мне нравятся. Следующий, давайте, будет Мастер Чиф. Мастер Чиф. Мастер Чиф, это или же как его действительно звали, как Джон, Джон 117, или как-то так. Генетически модифицированный человек, которого еще ребенком выкрали у родителей, как и многих других мальчиков. Вот, по приказу там какой-то тетеньки, которая разрабатывала вот этих вот супер людей, которые будут защищать землю и все дела. Ну, и им, конечно же, вживляли всякие генетические модификаторы. И вот этот Джон, Джон 117, был одним из тех, кто принял все эти генетические модификации и выжил. Ну, многие, конечно, погибли. Ну, и он стал известен как Мастер Чиф благодаря своим военным свершениям и разным удачным компаниям. Ну, естественно, это у нас главный герой, если можно так сказать. Главный герой Хейла Combat Evolved, Хейла 2, Хейла 3, да вообще всех Хейла, по сути. Он, конечно, в некоторых пребывает в стазисе, там, на корабле, но по большей части мы за него и играем. Очень классный. Ну, кстати, я сейчас прохожу Хейла Рич, там мы не за Мастер Чифа, потому что в это время, в этой хронологической цепочке, он, по-моему, где-то там в космосе, на каком-то корабле замороженный. Вооружен своим автоматом таким, он ставится ему в спину. Кстати, эти фигурки Хейла, они обновлены, обновлены. Можете видеть, у них теперь съемная броня, съемный доспех. Ну, это они уже давно такие, уже года 3-4, наверное. Ну, раньше, я помню, фигурки были другие. Я даже не знаю, какие мне нравятся больше. Эти, в принципе, более детализированные, очень крутые для анимации. У них съемная броня, их долго собирать, у них подвижность лучше даже, чем у тех. Ну, естественно, лучше, чем у лего-фигурок. Эти более реалистичные. Ну, я не знаю, у меня все-таки раритетные, старинные, с 2010-го, там, немножко больше импонируют, хотя эти попрактичнее и получше будут. Ну, и последняя фигурка, это, конечно же, Арбитер. Арбитер из Хейла-2 и Хейла-3, или же Thel Wademy, как его зовут по-настоящему. В прошлом командующий флотом Кавенанта, но после того, как он опозорился, когда одно из врат Хейла было уничтожено Мастер Чифом, или же, как его в Кавенанте называют, демоном, вот, его, короче, судили, сказали то, что он еретик, обвинили во всем, клеймили, но затем ему профиты дали возможность восстать в глазах народа, если так можно выразиться, и стать Арбитером. И стали его посылать на всякие суицидальные миссии, с которых почти никто не может вернуться живым. Ну, а затем, я не буду спойлерить, сюжет у Хейла очень классный и запутанный. Сама же фигурка. Это Арбитер у нас основываясь на катсценах из раннего, ну, не из ремастер версии Хейла 2, поэтому у него броня золотистая. Если вы смотрели ремастер версии второго Хейла и третьего катсцена, когда клеймили Арбитера, и он с Мастер Чифом путешествовал, у него-то броня серебряная, и эта броня для меня гораздо более родная, то есть серебряный ее цвет, потому что я вырос именно на тех видео. Но золотой выглядит тоже очень классно. И вооружен он своим сигнатурным бластером Ковенантов. Также у него снимается этот шлем. Вот такое вот у него лицо санхилийцев. Ну, мне больше нравится... Мне кажется, это больше по Хейла 5, по Хейла 4 сделан дизайн, потому что раньше они были более такие прикольные. Ну, а в принципе, это и не важно. Без шлема-то я его не буду особо дисплеить. Он так выглядит смешно. Поэтому я... Опа! Одели золотой шлем сегментарный. Посмотрите, как красиво он идет. Вот. И выглядит он просто шикарно. На самом деле, Арбитер. Моя любимая фигурка Хейла. И одна из моих любимых мини-фигурок в целом. Вот. Возможно, я куплю себе пэк, закажу с Америки с серебряным Арбитером и Мастер Чифом другим. Но это уже не знаю. Если мне прямо очень сильно захочется. Скорее всего, захочется. Ну, это уже после всяких там врейсов танков и после того, как... Ну, вообще, когда я смогу что-либо заказывать. Итак, Вордхог. Вот такое вот средство передвижения человечества военное. А, да, точно. Тут еще в наборе вот такая плазменная пушка идет, лазерная турель, которую берешь в игре, ходишь с ней, всех расстреливаешь. Очень классная, золотистого цвета, как и Арбитер. Так, ну и сам Вордхог. Шикарная модель, мне кажется. Это лучший Вордхог из всех, что выходили у Мегаблокс. У меня, конечно, это первый Вордхог, но так как я человек прошаренный, я смотрел кучу обзоров на Мегаблокс Хейло, я должен сказать, этот выглядит лучше всего. Что мне нравится в новых Хейло, это то, что у них нет наклеек. То есть, раньше у Мегаблокс были наклейки. Честно, они держались не очень хорошо. Хуже, чем леговские. Но сейчас они пошли к принтам. Они, наконец-то, делают все с принтами. Вот такая детализация красивая. Единственное, мне вот эти консольки не очень нравятся, голубенькие. Выглядят они не сильно реалистично, но это чисто так. Моя придирка. Руль крутится. Сюда можно садить мастер-чифа и арбитера, любых персонажей. И сзади имеется турель. Вот такой вот пулемет. Он крутится, вращается. Очень мне нравится, кстати говоря, цвет пластика, палитра, которая использована. Она такая, очень похожа на металл. Это здорово. И опять же, эта турель по-всякому крутится. Тут патронтаж. И действительно, можно туда ставить арбитера. В моей анимации вы это увидите. Анимация моя будет тоже про Мегаблокс Хейла, про битву арбитера, их союзничество с мастер-чифом и сражение. Ну, в общем, вы увидите. Если я еще не выпустил, а скорее всего, я еще не выпустил. Подвижные также вот эти вот колеса. Suspension, как это называется. Благодаря этому Worldhawk может, в общем, по разной поверхности ходить. Так что да, Worldhawk очень классный. Как и мини-фигурки. 5 из 5, 10 из 10. В общем, 10 Worldhawk из 10. Супер набор. Все в нем шикарно. Вот этот Мегаблокс. Если вы фанат Хейла, то я думаю, вам это must have. Почему? Потому что здесь идет все, что нужно. Здесь есть арбитер. Здесь есть мастер-чиф. Здесь есть два охотника. Ревампнутых новых версий. И, конечно же, Worldhawk. Наверное, самое сигнатурное и запоминающееся средство передвижения из всех серий игр Хейла. Так что набор шикарен. Могу рекомендовать смело всем фанатам Хейла и просто тем, кто хочет снять, я не знаю, какие-то крутые анимации, потому что фигурки... С этими фигурками гораздо больше вариативности и возможности съемок, чем с леговскими. Вот, кстати, еще мастер-чиф и сигнатурное 10 лет. Pro Builders Worldhawk Run. Классный набор. Всем советую. Всем спасибо, всем удачи и пока.